Больше 12 тысяч человек стоят в очереди на земельные участки в Кукшитау. В областном центре Акмолинской области этот вопрос насущный. Проблему продвижения очередности взялась решить городская прокуратура. Она разработала проект «Построй свой дом». Об этой инициативе подробнее расскажет моя коллега Сауля Кусейнова. Съемные квартиры, дачи и неудобства. Так живет часть населения Кукшитау. Многие мечтают иметь собственный дом. В очереди на получение земельного участка сейчас стоят около 13 тысяч человек. В год землю получают 200 горожан. Среди тех, кто хотел бы построить свой дом в Кукшитау, и то ли Ген Канафин. Мужчина сетует. Ему уже 45 лет, и 10 из них он стоит в очереди на получение участка. Пять лет назад я проверил свой номер в очереди 6386, а сейчас, в данный момент, 6142. За пять лет 300 человек прошло. Это когда я буду тогда строиться. Уполномоченные органы города говорят, по генплану под индивидуальное жилищное строительство предусмотрены больше 3000 участков. Основная часть земли находится за микрорайоном Сарай-Арка. Город развивается в северном направлении. Предоставление этих земельных участков будет только после подготовки площадок, то есть подвода ежедневных сетей, вода и свет. Только после прокладки этих ежедневных сетей отделом земельных отношений будут предоставляться земельные участки по очереди. Это все зависит от финансирования. Готовый площадок – это большие суммы, именно водоснажение и электроснабжение. Только из-за этого. В принципе, здесь вопрос такой у него. Земля есть, а вот именно готовый площадок. В настоящее время сейчас пилотный проект готовится, чтобы разгрузить именно эту программу. Ускорить продвижение очереди на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство взялась прокуратура города. Основанием для реализации проекта «Построй свой дом» послужил анализ обращений граждан. В прошлом году наибольшее количество жалоб касалось именно земельного вопроса. С 2004 года очередь у нас составляет 12 746 человек. Ежегодно получает, как правило, порядка 200 человек. Совместно с Акиматом отрабатываем выделение бюджетных средств в рамках программы «Нурлужер» под сети. Земельные участки у нас имеются в поселке Станционном, Красный Яр, метровин 40, Берлик. И предполагается в этом году порядка 5000 участков предоставить под индивидуальное жилищное строительство. Вместе с городским Акиматом разработана карта города с указанием всех свободных участков. Они отмечены зеленым цветом. Карту можно увидеть на сайте Акимата. Распределены первые 160 площадок в микрорайоне Берлик. Сауле Кусаинова, Анатолий Поляна, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар, 24.